Большинство не может быть на высоком духовном уровне. Я даже представить не могу, чем это все закончится. Никто не слушает голоса церкви. Церковь стала серой, неинтересной, без видения. Если пытаться демократическим путем это все решать, то это может привести к бесплодным годам. Большинство кричало «благословен», и тут же это же практически большинство кричало «распни, распни». Демократия предпочитает голосу откровения, голос большинства. В результате побеждает не дальновидность лидера, а близорукость масс. Прокомментируйте это утверждение. Ну, скажем, в оригинале «демократия» действительно описывает власть массы над индивидом. Я считаю такую власть очень проблематичной. Демократическое, чисто демократическое общество существовать не будет. И поэтому мы постоянно ищем промежуточные варианты. У нас появляется правительство, парламент и так далее. У нас, например, в Германии парламентская демократия. Мы не просто демократия. У нас нет плебейского подхода к этому вопросу. В церкви это еще важнее, потому что церковь обладает лидером, руководителем, главой, которая не есть ни народ, ни какой-то человеческий орган, а сам Христос, сам Бог. Поэтому церковное общество без откровения существовать не может. Если оно существует без откровения, то такое общество превращается в религиозный номинализм. И тогда у нас будет масса, серая масса, которая не имеет никакой направленности, и она теряет всякий вес в обществе. Сегодня, например, основные церкви в нашей европейской ситуации потеряли, абсолютно потеряли имидж. Никто не слушает голоса церкви. А почему? Потому что церковь стала серой, демократической, неинтересной, без видения, без откровения. Большинство не может быть на высоком духовном уровне, потому что это большинство. Всегда есть люди, которых Бог поставляет, чтобы остальных переводить на другой уровень. Поэтому если внедрять такую демократическую модель управления церковью, я даже представить не могу, чем это все закончится. Если общая масса будет определять все, куда мы идем, что мы строим, что мы поем и так далее, я даже представить это не могу. Потому я считаю, что лучше рисковать с человеком веры, чем просто принимать решения, основываясь на мнении и логике и интересах большинства. Демократия никогда не является чем-то хорошим для церкви. Хотя мы любим демократию в какой-то мере, потому что это дает нам почувствовать какую-то и свою власть. Но исходя из Писания, мы видим, что мнение большинства не всегда отражает истину, вплоть до того, что когда большинство кричало сначала, когда Христос торжественно ввечал в Иерусалим, благословен, и тут же это же практически большинство кричало «распни, распни». Те же люди в большинстве своем сначала обвинили апостола Павла, когда он высадился на острове Мелит, что он преступник, а потом, видя, что ничего не произошло, когда укусилась змея, что он бог. И то, и другое было неправильно. Он не был и преступником, но он не был и богом. Поэтому демократия в церкви, она будет основана больше на мнении людей, плюс, как правило, на эмоциональности в момент принятия решения. И это не всегда будет взвешено и очень часто недальновидно, потому что, что хотят люди с точки зрения демократии? Здесь и сейчас, чтобы было хорошо. А если мы говорим о видении, очень часто бывает так, что мы не получим это хорошее, но мы заложим основу, чтобы наши дети получили это хорошее. Понятно, что для моих чувств, ну не, я хочу, чтобы мне было хорошо. И в этом и есть суть дальновидности. Поэтому церковь не может быть демократией, прежде всего, потому что она управляется, во-первых, Христом, и здесь никакой демократии быть не может. Во-вторых, есть ряд вещей, которые четко прописаны для церкви, и это не вопрос голосования, это вопрос просто исполнения того, что Господь сказал. Ну, демократия, производная Грецией, потом ее вернуло демократию Франции, человечеству. Люди любят демократию, потому что всегда кажется, что большинство право. У меня есть один смущающий элемент, что в Тарзаконе сказано, не иди за большинством на зло. Поэтому, очевидно, в истории много раз было, когда большинство ошибалось. Вот тут очень тонкая грань, тонкая, потому что нужно увидеть, идет ли большинство за истиной, идет ли за Словом Божьим. В истории есть огромное количество примеров, когда целые страны поднимались, это фашизм, это коммунизм, совершенно атеистические, даже человеконенавистические идеологии поддерживались большинством. Такое вполне возможно даже бывает и в церкви. Поэтому здесь нужно увидеть, да, и в Писании не раз говорится о том, что небольшое количество пророков вставало и говорило слово Израилю, что Израиль, ты потерялся, пошел не туда. Поэтому принцип демократического централизма и хороший-плох, определяется только тем, идет ли он за истиной. Вот в этом вопрос. Вся эта проблема возникает только тогда, когда церковь перестает быть по-настоящему церковью, здоровой церковью. Поэтому в настоящей, реальной, здоровой церкви такого положения быть в принципе не должно и не может быть в принципе, потому что там всегда должно быть состояние гармоничности между лидером, видением лидером и видением большинства членов церкви. Я не могу сказать всех абсолютно, но большинства членов церкви. А если такого гармоничного состояния нет, если вот этого шалома гармонии, целостности нет, это означает, что проблема в самой здравости церкви, проблема в сущности уже самой церкви. Необходимо заниматься лечением церкви, а потом только решать вот эту вторичную проблему. Ну, наверное, одна из самых ярких библейских иллюстраций этого, это когда израильский народ подошел к обетованной земле, они отправили саглядатаев, чтобы они исследовали землю. Мы знаем, что из всех саглядатаев только Иисус Навин и Халев говорили, что мы можем пойти и взять эту землю. Вот, абсолютным большинством они решили, что нет, нельзя. И мы видим, во что это вылилось, когда они вместо голоса и призвания Божьего предпочли мнение большинства. Это 40 лет скитания по пустыне. Поэтому так же и в христианской жизни мы, если пытаться демократическим путем это все решать, то это может привести к бесплодным годам, когда одно и то же, одно и то же, одно и то же. 40 лет в пустыне. КОНЕЦ